Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас будет крайне интересный видос. Такого, опять же, вы на просторах интернета вряд ли где увидите. Потому что такие вещи случаются крайне редко и почему-то никто не хочет все вот это дело вот обозревать и показывать. Показывать свое фиаско. Я показываю абсолютно все на своем канале и даже такое. В общем, это, ребята, тот самый наш турбореактивный двигатель легендарный, который много где стоял и успешно работал, хотя он очень капризный. Но в этот раз произошел краш. Разбил я самолет по причине потери управления. Предположительно, не справилась батарея. Самолет я уже вывожу на помоечку потихоньку. Ну а с двигателем мы сейчас будем разбираться. Потому что видите, что произошло? Ой-ой-ой, какая боль. Все промялось. Я даже не представляю, как снимать этот корпус, снимется ли он. Далее, промялось даже вот здесь и видно, что в сопле есть смещение вот этого среднего полукруглого обтекателя. То есть крыльчатка коснулась, видимо, на большой скорости и непонятно по каким причинам. Наверное, вот так оно сжалось туда немного из-за вмятины. Не знаю, мне даже страшно разбирать и смотреть, что там будет. Крыльчатка заклинившая. Её можно с усилием провернуть. Это дает какие-то надежды. Самое страшное даже не это, а может и это самое страшное, что произошло вот здесь. Здесь должен был стоять моторчик стартера, который вылетел благополучно. И видно, что у него оторвался вал. На конце была цанга, которая входила в зацепление вон с теми ребрышками. Вот и раскручивала предварительно турбину. Сейчас мы видим только лишь замятие лопатки компрессора. Видимо, она туда внутрь пролетела. Скорее всего, отскочила обратно, но замятие оставила. И я не смог найти эту цангу. То есть запускается он за счет мозгов движок и как бы обратно все это дело вернуть не представляется возможным без нормально работающего стартера. Которого у нас уже нет. Даже если вот здесь как-то все это можно реанимировать. Хотя не знаю. Ладно, давайте разбирать, давайте смотреть. Видите, с куском самолета он до сих пор у меня. Поддержите лайком, ребят, комментом. Таких видосов, еще раз повторюсь, крайне мало на просторах интернета. В помоечку. Так, давайте открутим сопло, посмотрим уже. Кто считает, что ресурс этих двигателей равный 50 часам небольшой. Судите сами, я наверное 10 часов на нем не отлетал и не откатал на разных устройствах. Хотя вот он у меня где-то пару лет уже. Я его нещадно эксплуатирую. Ну конечно есть и более нещадные эксплуататоры. Но я пока что не дорос до таких. Тут одного только керосина надо, наверное, несколько тонн спалить, чтобы было бы этот ресурс. Вот что произошло с центральной частью сопла. Вообще не понятно, как так оно произошло и почему. Наружная часть абсолютно целая, даже здесь вот круглая. Касания не было, короче говоря. Турбина с виду целая. Это очень хорошо. Всегда надо искать положительные моменты какие-то, вот например, если нельзя будет его починить, то можно будет использовать вот эти все запчасти для каких-то будущих проектов. У меня есть и такая турбина, она поменьше. То есть уже какие-то двухступенчатые вещи даже можно делать, потому что турбины разные. Давайте еще что-нибудь снимем, посмотрим. Получается у нас уже целая куча испорченных деталей. Даже видно, что вот здесь вот, где камера сгорания, вот этот винт, он под углом стоит. То есть и там не все хорошо, камеру сгорания туда потянуло. Надеюсь разберемся, надеюсь увидим. Здесь вообще черкаш, то есть здесь по асфальту ехала она, черкашнула нормально. А еще знаете, есть такая теория, что два раза, если что-то случается нехорошее, Ну например, вот отказ двигателя. У меня как раз таки таки было, когда мы летали, два раза был отказ двигателя, а на третий раз был отказ управления. Еще лучше, блин, в кавычках. Короче говоря, считается, что третий раз не надо уже никуда было лететь. Нужно было разбираться, что, как и почему так происходит. В общем-то я с этим делом согласен, но у меня есть еще одна теория, прямо противоположная. Все, что не делается, все к лучшему. Я должен был ставить этот двигатель на свой коршун F1, на новый реактивный самолет. И неизвестно, как бы там у меня получилось при вот этих вот отказах. Потому что планировалось летать очень дерзко. Может быть вот судьба мне подсказывает, что надо туда ставить другой, более надежный двигатель, который не отказывает каждые две минуты, на котором можно уверенно летать. Если это так, то в общем-то к лету следующему я смогу накопить на очень крутой мотор, на Jetcat, например, и купить его. Может даже мощнее, килограмм на 20 и мы будем летать на коршуне, кайфовать. Ну а по поводу этого... Это всего лишь защитный кожух. Тем не менее, как-то все нормально снялось. Вот тут все пока что прилично. Буду фоткать на телефон, чтобы потом была инструкция обратной сборки. Хотя в нормальных двигателях там все так устроено, что по-другому не соберешь. Только в одном положении можно все собрать. Это всего лишь защитный кожух. Здесь не так уж прям все сверх критично, как я посмотрю. Немножко пока предварительно подвыстучал. Стало более-менее кругленько. Все сидит на фиксаторе резьбы. Естественно, нужно будет отпаять вот здесь клеммы. Плюс-минус на моторчик. Скорее всего придется что-то придумывать здесь свое. Вообще было бы в идеале классно сделать, чтобы генератор был, когда движок раскрутится. Чтобы он мог через стартер генерировать электроэнергию. Так сделано на больших взрослых турбореактивных двигателях. Вот здесь можно было бы что-то подобное исполнить. Так, это клапан керосиновый. Вроде бы целый, хотя крышка отлетела. То есть ему тоже досталось, насколько сильный удар был настолько, что вот он там внутри как-то немножко ударился и крышечка слетела. Вынужден признать, что все-таки как ни крути, как ни осознавай боль потери. Но разбирать все это дело, это особый вид удовольствия. Разборка после крыша. Посмотреть, что же там произошло и насколько все печально. Для меня будет истинным счастьем, друзья, если окажется, что вал не погнут. То есть что оно цепляется где-то там, просто цепляется. Но если он будет погнут, мне это уже не понравится, я вам так скажу. Эта деталь тоже либо под замену, либо под склейку вот такую и обработку карбоном со всех сторон. А сейчас мы сделаем самое интересное. Выкручу несколько винтов, которые по кругу располагаются и сниму диффузор. Мы посмотрим на крыльчатку и посмотрим, какие еще происшествия там внутри могли произойти. Очень интересно. Вытаскиваем основной диффузор и смотрим. Здесь особых каких-то задиров не обнаружено или обнаружено? Ух, ничего себе обнаруженное здесь. Ничего себе, вот здесь яма такая гигантская. А как она так получилась? Что здесь было такое, вообще не пойму. Огромная яма просто, ребята. Просто огромная. Вот здесь ровно, здесь ровно, а вот тут вмятость. Прямо конкретное видно, видите? Ухо стоит немножко под углом, вот сюда. Но это очень жестко на самом деле. Интересно, это из-за уха оно образовалось или из-за того, что что-то там где-то бахнуло, ударилось. Шок. Можно ли это выровнять? Непонятно. Двигатель больше и больше в ранг диайвая переходит. Смотрим на крыльчатку. Крыльчатка побитая. Во-первых, вот лопатка торчит как неестественным образом. Во-вторых, вон там внизу тоже подпилены участки крыльчатки. Ну вот как-то так. Видите, подклинивает как вот в этих местах. Немножко пошевелил вот здесь. Открутил все винтики, попытался сдвинуть отверткой, щель увеличивается. Хотя с большим трудом отвертка гнется. Начал крутить крыльчатку, ребята, и о боги! Смотрите, никаких заеданий нет, все пропало. Возможно даже вал не согнулся, но я не вижу ничего такого. Но это на самом деле можно считать за счастье. Тут баланс, я думаю, не сильно нарушился за счет стачивания. Тут совсем чуть-чуть, тут микрограмма. И баланс нарушается больше, когда вот здесь какие-то проблемы на конце. Здесь, конечно, тоже надо промерить, но вроде бы видимого дисбаланса нет. Он отсутствует, то есть никуда вал не согнуло. Это супер на самом деле. Движок этот будет жить, по крайней мере, в диайвайном варианте, самодельном. Хотя я постараюсь восстановить его, что уж тут греха таить. Вот даже давайте сейчас попробуем выровнять лопаточку вот эту. Получится у нас или нет? Так как мы очень хитрые, мы просто так браться за это дело не будем, а намажем ее мылом. Казалось бы, зачем оно надо? Но мы это сделаем так. Теперь беру горелку и начинаю греть. Посмотрим, может справиться. Суть процедуры такова, мыло должно почернеть. И тогда алюминий должен стать более пластичным. Если он был, например, как-то закален, либо если он какой-то упрочненный. В общем, для дюраля это срабатывает. Пока, видите, не чернеет, температура не достигла нужного значения. Ибо все тепло уходит в тело крыльчатки. Слишком слабенькая горелочка, значит возьмем горелочку побольше. Да, можно брать руками, так можно ее очень долго греть. Ну а с этой горелочкой надо быть поосторожнее, потому что можно расплавить тупо. Видно, что почернело с обратной стороны. Я там перенамазал, потому что здесь открытый источник пламени. Отпускается металл. Ну и плюс должны сниматься напряжение при таком подходе. И можно взять аккуратненько, попробовать подправить это дело. Конечно, технологии не очень космические, но чуть-чуть подправить можно. Вообще, довольно таки податливый материал. Чувствуется, не пружинит ничего. Думаю, будет успех этой процедуры. Вот видите, что получилось. Немного кривенькая она, потому что я не стал до идеала выравнивать. Мало ли, вдруг там трещина какая-то будет и так далее. Я немножко выровнял, создал обратно ей геометрию. Все здесь ровно, она вверх теперь не задрана. И как бы более-менее должна нормально все равномерно закачивать туда воздух. И все должно работать, по идее. Еще бы хорошо бы вот эту штуку открутить. Посмотреть, как оно там внутри. Может туда все-таки залетело что-то, когда раздробила моторчик маленький. Тот же магнит неодимовый мог туда улететь. Там их вроде бы три было, а сейчас их два. Много необычного. Смотрите, все-таки довольно таки неплохо вращается. Шумновато как-то. Там масло выгорело, естественно. Движок был горячий, он резко остановился. Но вращается, это уже хорошо. Снимем сейчас корпус. Все-таки потружусь. Попытаюсь его аккуратно сдернуть. Надеюсь, вот это мне не помешает, не закусит там ни за что. Придется немножко попилить ножовкой. Корпус мне так и так выкидывать, делать новый. Я переживаю, что могу повредить что-нибудь, если буду его туда сдвигать. И вот этим промятым местом можно снести часть камеры сгорания, например. Поэтому надо сделать какой-то хирургический надрез и отогнуть все это дело обратно. Вот так раз и лючок открылся. Правильно сделал, потому что, видите, даже есть замины камеры сгорания. Ну это, я думаю, можно исправить, но вытащить было бы нельзя. Вытащил с огромнейшим трудом и опять вижу промятости. Да что ж это такое? Почему они такие большие? Вообще не могу понять, как так-то? О! Ну это просто отпало. Вот она штука была. Это мы можем приварить обратно, если что. Крепление. А вот здесь все очень дико попромялось. Ну что, ребята, как вы думаете, удастся восстановить мне его до рабочего состояния или нет? Если починю её, то по закону жанра надо будет тут же продавать и писать, что турбина всего лишь 10 часов прошла. Межсервисное обслуживание. Осталось 40 часов. Ни бита, ни крашена, но вы дальше знаете. В общем, видите, камера сгорания тоже промята. Конкретно так промята. Попробую сейчас пруточком её выровнять чуть-чуть. Испарительные трубки вроде бы в нужном направлении смотрят. Это плюс. Вот здесь капитально промят направляющий аппарат. Видно, даже гармошкой сложила лопатку одну. Непонятно почему, потому что снаружи каких-то таких повреждений нет. Оно то ли отпружинило обратно, то ли ещё что-то. Но вот здесь промята капитально. Я не знаю, не буду тут ничего трогать. Должно и так всё нормально заходить. Небольшой участок там. Всё-таки аэродинамика здесь не точная механика. По факту получается, что кроме вот этих двух деталей, сопловой аппарат и турбина, всё остальное сломано или как-то повреждено. Выбег хорошие турбины. Это потому что перестала действовать пружина. Я надавливал вот сюда и оно там всё-то дело сместилось. Видите, теперь осевой люфт есть. При нагреве, по идее, всё должно встать обратно и встать нормально. У меня на этом всё, ребята. Кому было интересно и самое главное полезно, поучительно, образовательно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Ссылки на полет и на краш я оставлю в описании. Правда там мало что видно, но если присмотреться, то там всё заснято. Ну а так у меня всё на этом. Пока, до новых встреч! Вроде бы какого-то дисбаланса особого не чувствуется. Чувствуется дробь какая-то. Что это такое? Поза он всё зазочным. Но он зажил сюда и компьютер.